Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Дмитрий Солодин. Вы находитесь на канале, который посвящен инвестициям, трейдингу и моей жизни в Андорре. И сегодня я в отпуске. У меня есть время ответить на ваши вопросы, на которые не смог ответить в других форматах. Итак, я отвечу на несколько вопросов. Первый вопрос. Сергей Б. спрашивает. При долгосрочном инвестировании от пяти лет стоит ли ставить стопы на акции или просто докупать при любых ценах, не обращая внимания на текущую цену? Спасибо. Ну, во-первых, наверное, ни то, ни другое. Смотрите, стопы — это так называемые стоп-ордера, если кто не знает. Это специальные ордера, которые ставятся игроками, чтобы ограничить свои убытки. Обычно это атрибут спекулянтов. То есть спекулятивная торговля без стопов, она бессмысленна как бы, потому что мы там ставим на статистику и нам нужно ограничить свои риски. Когда мы говорим про инвестирование, мы инвестируем в стоимость, мы инвестируем в ценность. И здесь стопы, они в виде ордеров бессмысленны тоже, в том числе, потому что если цена снижается, а стоимость, с вашей точки зрения, не меняется, значит, ее ценность этой компании увеличивается. То есть вы за меньшие деньги можете купить ту же самую ценность, стоимость, которая была ранее. То есть увеличивается перспективность и привлекательность данного актива, поэтому бессмысленно ставить стоп. Зачем? Вы должны, по идее, докупать, но здесь вы сталкиваетесь с другой проблемой — это нарушение риск-менеджмента. Вы не можете увеличивать позицию бесконечно, у вас есть лимит, где его нельзя, то есть структуру портфеля нельзя разрушать. Если у вас максимальный риск на одну сделку 5 процентов — все. Вы можете загрузить сначала один процент, потом еще один, потом два, потом один, но вы не можете загрузить 5, потом 10, потом 15. Иначе эта позиция будет слишком сильное влияние иметь на вашу психику и на ваш результат. Получается, мы стопы в инвестировании, в том понимании, о котором здесь был вопрос, мы не используем. Но вторая часть вопроса — стоит ли просто докупать при любых ценах, не обращая внимание на текущую цену? Наверное, тоже нет смысла, потому что здесь мы не учитываем главный принцип движения цены, а цена двигается по очень простому принципу. Сначала она консолидируется, она собирается, позиция, а потом идет распределение. Соответственно, если вы будете входить в любой фазе, не обращая внимания на текущее положение цены, значит, периодически вы будете заходить в конце распределения цены и будете попадать на глубокие просадки, на длительные глубокие просадки. Это как бы тоже бессмысленно. Наверное, имеет смысл заходить либо на падение, когда вы просто вкладываете в стоимость и текущая цена уже адекватна с вашей точки зрения, вы можете инвестировать в эту акцию, либо цена находится после падения или после какой-то коррекции в консолидации, загружается. Вы тоже можете поучаствовать в этом аукционе, рискнуть и поставить на эту позицию. Но в конце распределения, наверное, входить бессмысленно. А вот для спекулянтов это как раз более чем актуально, потому что спекулянты ориентируются на динамику цены и, соответственно, например, очень хороший паттерн, я всегда об этом говорю, это прорыв максимума исторического. Когда прорывается исторический максимум, появляется инерция, появляется импульс и спекулянты могут эффективно забирать это движение. Быстренько проехались на это движение и вышли из этой позиции. Как только происходит затухание импульса, об этом будут свидетельствовать другие индикаторы, например, моментум и так далее. То есть, там много-много методик работы в этом паттерне. Но, тем не менее, для спекулянта это благодать, а для инвестора это риск. Потому что инвестор заходит надолго, он не ставит стопы и если потом будет сильная коррекция, он морально не имеет права выходить из этой позиции, потому что его там устраивала цена, а теперь цена еще ниже находится, компания та же, ничего с ним не поменялось. Он, получается, не должен из нее выходить. И патовая ситуация. Вроде бы и убыток бумажный есть, и дивиденды, может быть, маленькие. И выходить нельзя, бессмыслиться, да? Ну и второй блок вопросов. Первый – это Михаил Кузнецов спрашивает. Какие ошибки можно допустить при инвестировании в компании Healthcare, связанные со спецификой этой отрасли? На что обратить особое внимание? К чему компания чувствительна, а что на них совсем не влияет? Ну, главный риск – это не попасть в компанию. Учитывайте, что этот сектор высококонкурентный. Там очень большая конкуренция и здесь компания просто может не выдержать конкуренцию и ее выкинет с рынка. Поэтому главный принцип, наверное, есть диверсификация. Вы можете вложить в как можно большое количество акций, либо покупать этот сектор в виде ETF, в виде какого-то диверсифицированного продукта изначально. Тогда это более, как бы, точнее, менее рискованно, чем вкладывать в конкретные бумаги. Это первый момент. Второй момент – вы должны понимать, что у компании Healthcare постоянно большой капекс или большие затраты. Эта компания постоянно будет вкладывать в инновации, в развитие, в ресерч, и у них затраты очень большие. Отсюда не стоит от этих компаний ждать, например, высоких дивидендов. Вряд ли компания будет на них щедра, так как львиную долю денег свободных она направляет в новое развитие, в новый pipeline, так называемый, в новые инновации, в новые исследования. Это тоже имеется в виду, то есть для доходной части Healthcare компании вряд ли вам подойдут, а для растущей части это должна быть высокая, быстрорастущая компания с хорошими показателями. Таких тоже, на самом деле, не очень много, но если вы такие найдете, это достаточно устойчивый бизнес обычно, если у него постоянно растут, значит, у них все в порядке с маржинальностью, если постоянно растет выручка, прибыль и так далее. В общем, компания будет, скорее всего, и дальше генерирует прибыль, потому что там бизнес-процессы достаточно длинные циклы. То есть если компания уже работает с медицинским центром, у нас с ней будет, с этой медицинским центром работать еще несколько лет, как минимум. То есть там такие длинные контракты, длинные деньги, длинные циклы. Но еще один важный момент, который нужно учитывать при инвестировании в акции из сектора healthcare, это то, что многие компании являются заложниками своих продуктов. У некоторых компаний это один или два продукта, таких вот флагманов, от которых, собственно говоря, строится вся капитализация этой компании. И если что-то случается с этими компаниями, возникает очень сильное движение, может, там, вплоть до потери, там, на 80-70% выручки. Потому что, ну, например, что-то случилось с их продуктом, его запретили, там, побочные эффекты, и все. А это был главный продукт, который составлял, там, 60-70% выручки. Если мы в компании Apple считаем айфонозависимой компанией, у нее 55%, по-моему, от продажи айфонов идет, от выручки, то у healthcare такие есть компании, у которых такая зависимость от одного продукта достигает, там, до 80%. И здесь все сложнее, потому что есть еще риски регулирования, если государство наложит, допустим, запрет на продажу этих продуктов, то все пропало, ваша компания будет очень сильно минусовать. Поэтому, overall, подытоживаем, да, этот вопрос. Вам нужен диверсифицированный подход в инвестировании в сектор healthcare. Просто большая диверсификация. Либо это сектор, ETF, либо это просто большое количество бумаг, где вы распыляете свой риск. Это самый главный принцип в этом деле. Ну и еще один вопрос от TD. Дмитрий, дайте топ-3 компании для покупки в долгую, на ваш взгляд, из данного сектора. Ну, честно, я думал долго надеть вопросом. Есть, скорее, топ-10 хороших компаний, которые можно висировать. Туда входит и Pfizer, туда входит и Celgene, туда входит и компания Gelead, туда входит, естественно, Novartis, туда входит Holding Roche, швейцарский, если не ошибаюсь. В общем, там много компаний. Johnson & Johnson, например, тоже является компанией из данного сектора. И вы должны понимать, что healthcare, очень слово такое healthcare, оно очень такое, сильно обобщенное, потому что есть компании, которые совершенно друг на друга не похожи. Есть компании сугубо фармакологические, то есть, которые выпускают таблетки, да, то есть, drugs. Есть компании, которые являются биотехнологическими холдингами. Есть компании, которые занимаются healthcare-сервисом, да, например, CVS или WBA, аптечная сеть и так далее. То есть, они занимаются, по сути, сервисными услугами. То есть, там много-много потребителей. Есть компании, которые занимаются производством медицинского оборудования, сугубо на этом специализируются. У них разные циклы, разный ресерч. Вообще, healthcare очень сложный сектор, и поэтому, вот завершая этот ответ, нет, хочу вам порекомендовать, все-таки побольше бумаг из этого сектора берите, то есть, распыляйте свой риск, и, наверное, совсем не ошибкой будет инвестирование в этот сектор через ETF. Просто включается ETF, и там мы как бы дирексифицированы, там умные дяди уже составили все. То есть, ETF составляется тоже дирексифицированно не просто так, не по рендомному принципу, да. То есть, можно довериться в этом плане. Берите хороший ETF, где максимально большая капитализация, и вкладывайте в этот сектор через них. Но, надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем видео. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok